Привет, ребята! Давно не видел Star Wars The Force Unleashed. Ну а чё, видосов и так давным-давно не было, чё время тратить на приветствия. Единственное, что я сделаю, это выскажу своё отношение к лору Звёздных Войн. Хотя нет, лучше я покажу. Вот он я, а вот лор Звёздных Войн. Понятненько? Ну и поехали. Начинаем мы играть не за Абыково, а за самого Вейдера, который лично прилетел совершать военное преступление на планету Вуки, Кошейк. И первое, что мы заметим, это потрясающую физику тел. А спасибо, можно сказать, движку Эйфория, с которым мы тесно знакомы по играм Rockstar, таких как GTA, начиная с четвёртой части, и Red Dead Redemption. Именно благодаря ему, Неписи, в условной GTA V так по-живому реагируют на выстрелы, хватаются за всё, что попадётся под руку, и выполняют прочие действия, придающие им немного живости. Но давайте-ка вернёмся к игре. Управляя Вейдером, мы представляем собой рейдового босса, который вышел из своего данжа, а игроки даже курочку не успели доесть. Раскидываем мы всех без особых трудностей. Причём раскидываем в прямом смысле слова. Пользоваться силой в игре одно удовольствие, а в совокупности с местной физикой прям визуальные оргазмы ловишь. А вот драки на световых мечах, простите за мой карусанский, сосут мохнатую жопу Вуки. Мда, ничего лучше Джедай Академии ещё не придумали. Спустя 10 минут мы находим одинокого джедая, который вступает с нами в бой до крови до смерти. Сука, бью нахуй, блядь! Уииииии! И поломав его, мы замечаем одарённого пиздючка, который силой выхватывает из рук тёмного лорда меч. Тут как тут подоспевают клоны, готовые провести приказ 66 по отношению к малому, но Вейдер спасает его, порубив в капусту пришедших штурмовиков, и берёт его к себе на обучение. И спустя энное количество времени пиздючок вырос, возмужал и порвал рубаху. Всё это время Старкиллер, а именно так и зовут нашего подопечного, находился на обучении у Дарта Вейдера, и выполнял для него шпионские квестики. Но сейчас Тёмный Лорд посылает его убить джедая, который пережил приказ 66, магистра Рама Коту. И приказывает сделать это так, чтобы Император не узнал о Старкиллере, а значит нужно будет убить всех на пути, и людей Коты, и имперцев. По дороге в ангар на Старкиллера нападает Оби-Ван Кеноби. Но быстро получив пизды, выясняется, что Кеноби фейковый. Это ещё один персонаж, Прокси, помощник, компаньон, дроид и тренер Старкиллера, который запрограммирован убить главного героя. На подходе к своему кораблю мы видим Тянку, которая что-то варит на корабле. Странно, что варит не на кухне, ну да ладно. Это новый пилот, которого назначил Вейдер, Джуно Эклипс. Знакомство с ней выдаётся не очень дружелюбное. Что вы делаете на моем корабле? Но ясно сразу, что Старкиллер влюбился. Ну знаете, какие романтические сопли во вселенной Звёздных Войн. Я не люблю песок. Он грубый, жёсткий, неприятный. Он проникает повсюду. Первой нашей целью будет магистр Рам Кота. Джедай и глава ополчения против Империи. И прибыв на точку высадки, мы, как и говорилось ранее, начинаем рубить всех подряд. И имперцев, и ополчения. И способов для устранения болванчиков куча. Это и световой меч, который в свою очередь можно немного кастомизировать, устанавливая кристаллы, которые будут менять цвет и давать дополнительные свойства. Помимо фехтования, конечно же есть и сила, которую мы можем прокачивать, зарабатывая очки способностей, повышая уровень или выполняя дополнительные активности на миссиях. Ну и конечно, мы можем использовать окружение вокруг нас для убийства челиков, начиная от банальных красных бочек и заканчивая энергетическими барьерами и выбиваниями стекол, создавая вакуум, который всех высосет. Вся миссия будет проходить под девизом «Веселая нарезка имперцев и ополчения» до того момента, пока мы не доберемся до Рама Коты. И это самая зрелищная часть игры. Сражения с другими джедаями поставлены на уровне. Каждому из них нужно найти свой подход и уничтожить по-своему. Поднявшись в купол к Раме, мы начинаем с ним дуэль. Он, конечно, удивлен, что Вейдер послал за ним мальчишку, но пару ударов спустя он признает, что Старкиллер довольно силен и сбрасывает купол космической станции на планету. Старкилллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл в свободный полет к планете. Мы лутаем меч Коты и возвращаемся к Вейдеру с победой. Он в свою очередь отправляет нас на очередное задание за очередным джедаем, который засел на планете Мусорки. И тут можно заметить небольшую особенность. Костюм главного героя сменился на более подходящий по обстановке. И так будет происходить на каждой миссии. Также нам открывают новую способность силы. Отныне мы можем стрелять молниями из рук, как настоящий ситх. И эта обилка очень имбовая и будет использоваться до конца игры. И вы посмотрите, как они забавно дергаются. В этой миссии, помимо обычных нарезок врагов, мы будем решать незамысловатые загадки, по типу отогнуть металлическую пластину, чтобы нас не залило раскаленной лавой. Из врагов будут какие-то гремлины и мелкие мусорщики из фильма. С виду, как дети, а по голосу миньоны, отчего убивать их еще приятнее. Ну и на сладкое, здоровые мусорные гиганты, которые в один момент соберутся в Большого Вальтрона, но это не особо им поможет. Ну и по традиции, в конце нас будет ждать босс. Джедай, который выглядит так, как если бы Чужой и Генерал Ривус занялись горячей любовью. И у них родилось бы вот это. Вооружен он световым посохом, будет постоянно съебываться и создавать мусорных големов. Тут, кстати, я понял, как бороться с джедаями. А точнее, контрить их силу, за что они получают нереальный дамаг и после этого падают. А вот когда они лежат на земле, тогда уже... После выполнения задания, с нами на связь выходит Вейдер и отправляет нас на планету Грибов, убивать магистра джедаев Шаакти, которая некогда была в совете. И пока ежик и нечто с пельменем на голове решают, кто из них получит пизды, позвольте выразить свое недовольство этой локацией. Выглядит она, как мечта Гриба Баса, населена туземцами, которые способны блокировать атаки мечом. Плюсом ко всему, лагает как сука и крашится без причины. И если к мерзкой локации можно привыкнуть, а к врагам найти подход, то другие аспекты оставили неприятное ощущение от игры. И кстати о врагах. В какой-то момент туземцы достанут своих шаманов, которые будут бафать рядовых мопцов настолько, что им даже удара сделать не сможем. И только остается кричать Ну а если этого показалось мало, то держите огромных мутантов по форме напоминающих тик-так с ручками и ножками. Ну а драка с Шаакти взорвала мне пердак настолько, что я еще три дня после нее не заходил в игру. Начиная с того, что фпс на этой локации далеко не 60 и даже не 30, по локации раскиданы прыщи, на которые лучше не наступать, эта девка то и дело призывает на помощь селюков, а на второй стадии начинается вообще какой-то хентайный пиздец. Вы только посмотрите, как пиздошит поверхность на этой локации. Но в конце концов даем пизды девке, выслушиваем от нее нотации, после которых она падает в пасть к ракену. И идем с отчетом к Вейдеру. На этот раз лично, а не через голограмму. И получаем пизды от отчима. Но Старкиллер не умирает. Иначе игра была бы совсем короткая. Нас спасает сам Вейдер, прикрываясь тем, что Император теперь точно думает, что мы умерли и мы сможем дальше гадить ему под дверь. Но теперь нам поручают не просто кого-то убить, а собрать целое сопротивление. Очнувшись в палате интенсивной терапии, мы первым делом учимся спасать свою зазнобу пилота. И наконец нам дают на растерзание не каких-то сельков с далеких планет, а имперских штурмовиков. Причем разных. И каждый со своей изюминкой. Какие-то с щитами, блокирующими силу. Какие-то уходят в инвиз. Кто-то стреляет с дробовика электрозарядами. В конце концов мы добираемся до Джуна и спасаем ее. Вместе с ней мы отправляемся на Наршада, за генералом Кота, который выжил. А тем временем на планету Вуки прилетела принцесса Лея. Ну или если быть точным в формулировках, была конвоирована. Она здесь для того, чтобы ее отец не смел перечить империи. Генерала мы находим Бухова в баре и уговариваем его пойти с нами. И уходим мы стильно, разворотив нахуй весь бар. По пути познакомившись с карликами, которые мешаются под ногами. И имперскими стражами, которые сосут жопу. Выйдя из бара, мы получаем уникальную возможность замораживать врагов в карбоните. Как когда-то был заморожен Хан Соло. Он плавает в карбоните. В конце концов мы добираемся до своего корабля. Но путь нам преграждает теневая тряпка. Тряпка, потому что им натурально можно вытирать пол. И закончить схватку приемом Гачи Мучи. После чего дед охуевает и прыгает на наш корабль. Чтобы хорошенько там проспаться. Наверняка еще весь салон пропердел. На этот раз Старкиллер прилетает на планету, откуда он был некогда похищен Вейдером. И встречает духа своего Ботяни, который говорит, что не такой судьбы он хотел для него. И уходит за сигаретами. А мы отправляемся хуерить империю и спасать принцессу Лею. А заодно и несколько Вуки освободим, потому что Лея вся такая «Ме, я не покину планету, пока Вуки в рабстве». Ну, короче, в путь. Спустя несколько сломанных ебальников мы ломаем реактор из Half-Life. Следующая наша цель – планета Фелуция, куда улетел Ботяня Леи. Тут мы были, когда дрались с Шаакти. Ну, а теперь на этой планете заправляет ее ученица. А вы помните, как я вам говорил, что ненавижу эту планету? К прочей хуйне добавились еще и трехметровые хуи, которые бесят. В какой-то момент мы даже окажемся в животике у местного червятингтальщика, в котором особый отряд имперцев-хентайщиков построили собственную базу. Но за то, что мы не посмотрели даже половины гримуара божественной комедии, червяк выплевывает нас на поверхность. И теперь нас будут встречать не только имперцы, но и местные плебеи. В конце концов, мы находим Ботяню Леи. Но миссия освобождения мешает та самая мадам с рожками. Да не это, блять. Ну и, конечно, она будет опиздюлена, но не убита. Она будет опущена после своего поражения. После того, как Ботя Леи освобожден, мы отправляемся на аудиенцию к Вейдеру и отчитываемся ему о том, что собрали на свою сторону борцунов с Империей. И спрашиваем, куда можно хорошенько ударить. Он отправляет нас на один из строящихся разрушителей звезд и просит не забывать, за чей карман мы держимся. Но все было бы не так плохо, если бы разговор не подслушала Джуна. Ой, ну началось. Розовые сопли. А что дальше? Розовые световые мечи? Мы вновь отправляемся на планету Помойку, где находится база Империи, которую нам и нужно будет уничтожить. Заодно и снести незаконную постройку. И это такая мерзкая зона. Нам придется драться с дроидами-гигантами, шагоходами и прочими неприятными юнитами, типа снайперов. Если вдруг вы будете играть, то вот вам подсказки. Дроидов-гигантов бьете током, либо валите на бок и ломаете член. А шагоходы бейте в прыжке, они вам ничего не сделают. Проходя по комплексам Имперцев, мы встречаем очередного темного стража, которым мы вытрем пол. Но тут хуяк. И это оказывается Прокси, готовый выполнить свою программу. Он начинает превращаться в разных джедаев по очереди. И получив достаточно пиздюлей, он вытаскивает козырь из рукава и превращается в Дарта Мола. Ох, ну нихуя ж себе! Разваливаем его и уходим делать то, зачем мы и пришли. А именно снести вот эту поебистику. А потом и уронить с неба огромный крейсер, потому что мы можем. Скинув утюг с неба, из завала вылазит Прокси, который жалуется на то, что его программа стерлась. И теперь он хочет стать Яндекс Алисой. Ну, хотя бы функция позвони отчиму осталась. Ну а после, конечно же, розовые сопли с тянкой. Далее мы собираем совет восстания в лице принцессы Леи, ее батька и еще двух типов, имена которых вы все равно не запомните. Обкашливаем вопросики и тут бац, залетает Вейдер. Кидает через прогиб Коту, кидает через прогиб стол прямо в лицо Старкилеру, берет всех в плен, собирается нас убить, но ему мешает Прокси, переодевшийся в Оби Вана Кеноби. И ценой своей жизни спасает Старкилера. Короче говоря, как бы сказал Димон Найтвайфарер, неожиданный поворот. Из сугроба нас подбирает тянка, а до нашего подрагана доходит, что все это было заранее спланировано. Он решает всех спасти, но для начала ему нужно помедитировать, чтобы найти, где укрывают наших новых друзей. И путь лежит на недостроенную звезду смерти. Напоследок герой лабызается в десна с тянкой, но я уверен, что вы имени ее уже не помните. А вот тут начинается самая мерзкая часть игры. На нас выкидывают просто тонну штурмовиков, дроидов и шагоходы. И хоть бы одна сука повела себя как настоящий штурмовик и промахнулась. В общем очко у меня сгорело знатно, я даже вспоминать этого не хочу, поэтому просто отгибаем кусок пола и идем дальше. В техах главной опасностью будет зеленый гигалуч, который за секунды испепелит что угодно. Пробираемся по техническим коридорам, как маленькая сука мышка. Очень опасная мышка. По дороге нам придется решить парочки простейших головоломок, набить ебальники имперским гвардейцам и в конце концов найти наших новых друзей, которых прямо сейчас допрашивает император Палпатин. Но навстречу нам выходит сам Вейдер. И он просто блять тряпка, которой можно без труда вытереть всю звезду смерти. Как только мы разберемся с отчимом, к нам подходит император и начинает подначивать нас, чтобы мы убили Вейдера, дабы занять его место. Но видя как он начинает пиздить коту, Старкиллер бросается в бой на императора и начинается самый скучный файт в игре. Мы прячемся от бочек, бьем Палпатина током, хилимся об мобов и так до победного. В конце все пленники сбегают, а мы делаем силовой бабах, скрестив ручки с императором. Повстанцы объединяются под общим знаменем, а Тянка грустит о главном герое. Кстати, ее зовут Джуна. Конец. Ну, почти конец. Там еще вторая часть игры есть, поэтому со Звездными Войнами мы еще точно не закончили. Ну и на этом My Job Hair Is Done. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok